Субтитры создавал DimaTorzok 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 Политическая партия – это общественное объединение, которое ставит в своих целях прийти к власти и защищать интересы общества. Хорошо. Кто-то хочет добавить? Определили большой, да? Кто-то хочет добавить? Ещё в какой цели ставите партии? Чтобы граждане участвовали в жизни социальности. Хорошо. Первая группа? В референдумах. В референдумах, так, в выборах в референдумах. Так, ещё. Семь захват власти. Семь захват власти. Ну, захват же. Так, угодно. Завоевание, да? Завоевание власти. Совершенно верно. Давайте посмотрим на это определение ещё раз. Вот в этом определении, ребята, я увидела основные моменты впечатлили. Итак, ещё раз. Что такое политические партии? Это общественное объединение, создано с целью участия гражданской федерации в политической жизни общества, посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах в референдумах. А также с целью представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местных управлений. Таким образом, обобщаем мы говорим, что это политическое объединение, да? Добровольное объединение, создано с целью... Оставивание интересов граждан. Оставивание интересов граждан. То есть завоевание власти и представление этих интересов в органах власти. Хорошо, замечательно, ребята. Но если, ребята, при тех ситуациях это организация или объединение, как хотите называть, значит, любая организация или любое объединение должно выполнять какие-то важнейшие функции. И в этом законе важнейшие функции власти, они перечислены. И в этом определении они тоже есть. Попробуйте, пожалуйста, из этого перечня вывозь именно те функции, которые присущи партии. Работаем. Посмотрите, пожалуйста, посовещаемся. Совещаемся. Видно, ребята? Хорошо. Не пропустите ни один. Будьте внимательны. Если какая-то группа уже готова ответить, поднимите руки, чтобы я видела. Добавляйте, пожалуйста, посмотрите. Ну, пока я буду готов. Хорошо, давайте. Итак, что вы выбираете? Боргар за властью людей. Молодцы. Формирование общественного. Хорошо. Участие в осуществлении власти. Молодцы. И общение людей. Полиции. Хорошо. Участие в формировании власти. Хорошо. Выбираете интересы социальных групп. Хорошо. Приобщение людей к политике. Хорошо. И образование власти. Да, еще вы говорили. Мобилизация людей. Так что, что выбираете? Ни то и другое? Или на чем-то останавливаетесь? Нет. Мы останавливаемся. Вы выбираете 11-12-е? Нет, 12-е не выбираете. 12-е не выбираете. 12-е не выбираете. Хорошо. 1-я, 2-я группа поправляют. Они допустили ошибку. 12-е в ходе. 12-е в ходе. Ребята, воспитание политических лиц. А кто же будет воспитывать место лидеров, которые сегодня у нас есть? Место лидеров, учеников, лидеров партийной России. Кто это воспитает, если не сама партия? Да, конечно. Конечно же. Да, и функция политического воспитания. Хорошо. Ребята, правильно сюда ответили. Смотрите, пожалуйста. Если мы с вами говорим, что политическая партия, это объединение, это организация, она выполняет важнейшие лица. Давайте из этих функций попробовать и самый главный основой. Самый главный. Вот только один. Не забудьте мне, пожалуйста. Борьба за власти влияния. Приобретение людей в политики. Борьба за власти влияния. А зачем они будут вставать? Зачем нужна партия? Участие в осуществлении власти. Зачем нужно участвовать в общественной власти? Промирование общественности. Чтобы их интересуют. Чьи? Чьи людей. Вот, значит, такая основная функция. Интересные. Такая основная функция. Вот, именно, ребята. То есть, самое главное функция партии, это что выражение интересов разных социальных групп. А потом уже, ради выражения этих интересов, они борются? За власть. Хорошо, ребята. Ну, посмотрите, пожалуйста. Несмотря на то, что сегодня политические партии, между другими институтами политической системы, играют важную роль. Есть мнение некоторых политологов, что партия входит в прошлое. Так политический институт, они изживают себя. Итак, наша с вами сегодняшняя задача решить эту проблемную ситуацию в конце урока. То есть, это действительно так, и лишь опровергнуть данную точку зрения. Итак, для того, чтобы решить данные проблемы, есть управленная ситуация, как мы с вами поработаем по, ну, в ходе самой управы по интерактивной лекции. Я вам прочитаю небольшую лекцию, вам необходимо внимательно ее послушать, внимательно послушать мое вступление и поработать вот с этой матрицей. Эта матрица у вас есть на банку в каждой группе. И в ходе мое вступление вам необходимо записать основные термины и понятия, которые прозвучают в моем выступлении. Вам необходимо записать ключевые характеристики, которые вы услышите, и сформулировать один вопрос для другой группы. Все, кто это, ребята, задали? Да. Хорошо. Ребята, готовы? Да. Готовы со мной работать? Хорошо. Ну, если вы готовы, тогда поехали. Итак, посмотрите, пожалуйста, ребята. Существует небольшое количество вопросов для классификации партии. Но большинство партии, большинство политологов останавливаются на таких вопросах для классификации. По идеологичному признаку выделяют консервативные партии, либеральные партии, социал-демократические, коммунистические, фашистские и millimeter. Зависимо от программы, выделяют партии крайне левые, это в основном партии коммунистического толка, левые это социалистические и социал-демократические партии, они бывают правые и левоцентрические, правые либеральные и декоративные партии и крайне правые фашистские и неофашистские партии. По отношению к проводимой политике у нас выделяют партии правящие и оппозиционные. По организационной структуре выделяют партии кадровые и массовые. Массовые у нас многочисленные, фиксированное членство, жесткая дисциплина, они первичные партии организации, активное деятельность в массах, коллективных и финансовых за счет членских взносов. Кадровые они не многочисленные, отличаются свободным членством, отбежаются на профессиональных политику и финансовую элиту. Право, где это не только следует выбор и существует за счет богатых спонсоров. Совокупность всех партий, существующих в обществе, принимающих активное участие в политической деятельности и организования органов власти называют партийными системами или называют партийной системой. Мы с вами сегодня будем говорить о классификации французского ученого Морса Биберже, который занимался именно изучением партийных систем, которые выделяют однопартийную систему. Чем существует однопартийная система? Она в характеристике, что лишь одна партия формируется при аффектарных режимах, другие все партии запрещены и существует одна господствующая идеология. Ярким примером является фашистская Германия, СССР, сегодня Китайская народная республика. Двухпартийная система. Чаще всего в обществе существуют две крупные партии, которые в время от времени приходят к власть. То одна партия приходит к власть, а то другая. Ярким примером является это Великобритания и Соединенных Штатов Америки. Многопартийная система характеризуется тем, что в обществе существует несколько крупных партий, которые образуют партийные блоки коалиции. Это 5-6 партий. Верхним примером является это у нас Россия, Швеция, Италия, Талантин. Вот это у нас партийная система. Нужно сказать, что во второй половине 20-го века появился новый тип партий, так называемые универсальные партии. Они характеризуются тем, что это партия для всех. Они предлагают в обществе идеи согласия, баланс интересов, в основном внестраиваются вокруг одного общенационального лидера и не имеют идеологической основы. Это универсальная партия. Ребята, я закончила свое выступление. Итак, я вам даю для того, чтобы вы в группе поработали, запомнили матрицу и сформулировали один вопрос для другой группы одну и другую. Работаем, ребята. Вопрос. Если вы успех за натикасать, значит, пожалуйста, посовещайтесь на altri. А какой-то другой может взять другой Together hombre может идти? Bohen. Да. 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 Всё, тогда началось с исп fonctionnesi с тем. Цизо и оперативной системы с тем. Ции с твоей проф beş women вообще не получили ему masuk calculus ш die就可以 Auf questions. Продолжение следует... 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 Главное событие, покой у нас сажали 16-го года. Выбрать удар. Выбрать удар в Дома. Вот скажите мне, пожалуйста, а сколько партий получаются? 14. 14. 14. А сколько партий у вас? У нас могли бы приобрести 5% на Порогу. Сколько? А нужно сказать, какие партии? Скажите. ППРР. ППРР. Ведино-Россия. ППРРР. ППРРРР. Молодцы, ребята. Все, что вы знаете. Действительно, прошли у нас партий с вами, которые вы назвали их символикой, гидрелизором и гадальним запросом. Молодцы. А вот сколько партий и одобряете ли вы между партийом СССР? Как раз подобным вопросом занимался всероссийский центр, Левадо-центр, который изучил вопрос, сколько партий должно быть в обществе. И он выяснил отношения россиян к 021 системе российского общества. Изучите, пожалуйста, эти данные и сделайте вывод. В этом же документе вы найдете по поводу этого же вопроса и мнения известнейшего итальянского учеба Джованни Сартари. То есть два момента. Что думал партий Джованни Сартари и что говорили россияни. Две минуты. Две минуты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует. 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 Продолжение следует.